Друзья мои, мы вновь в прямом эфире и Армен Мирабов уже с нами. Привет, Армен. Мы готовимся встретить королеву, да? Мы готовы? Безусловно. Готовы? Ну тогда встречаем! Ура! Ура! Мариан Мирабова. Оказывается, я королева. Королева джаза, королева музыки, королева наших сердец. Привет! Да, поздоровайся с любимым. Мариан, наконец-то. Наконец-то. Ехали, ехали. И наконец доехали. Рад, безумно рад видеть вас живьем. Спасибо. Живем. Мы тоже рады видеть себя живем. Очень много вопросов, которые я хотел бы задать и от себя, и от наших зрителей, и от твоих поклонников, фанатов. Ну, естественно, я начну с темы, которые ты догадываешься, да? Да. С голоса. Прекрасная тема. Прекрасная. То есть ты не устаешь. Я понимаю, что сотни тысячи эфиров, интервью и так далее. Все спрашивают. Я даже знаю вопрос, откуда у вас такой голос? Нет, я знаю ответ. Ко мне подойди. Я знаю ответ. Оттуда. Есть еще варианты? Ну, голос – это прекрасное событие в нашей жизни, конечно. И, в общем, мы получили то, что хотели в том отношении, что я пошла на голос не только ради себя. Я пошла на голос ради нашего проекта, которому уже 15 лет, который создал «Армен». Это джазовый проект «Мираев», который уже перерос совершенно в другое. Не только джазовое свое воплощение. В общем, намного расширились рамки. И за счет того, что узнали меня, и уже узнали и наше творчество. Нет, ты не привиняйся. Тебя знали и до того. Мы просто узнали миллионы, скажем так, аудитория. Эта аудитория совершенно другая. Понятно. А так нас знали джазовые люди. Знало практически все музыкальное сообщество, но знали и слушатели, и зрители, и знали сугубо джазовые люди, которые интересуются этим джаз, блюз, фанк, вот эта музыка. А что касается многомиллиона, мало того, что все равно я лично тоже расширила свои рамки. То есть я выступил не только в качестве джазовой певицы и блюзовой, а все-таки Леонид Николаевич дал мне. Ну ты и до этого выступала в тот же мюзикл? Ну да. Так, то есть ты еще и в мюзиклах. Вот расскажи. У меня был опыт, да, мюзикла. Это был великий совершенно, я могу сказать, мюзикл. Его трудно назвать мюзиклом, потому что это... Легендарный, скорее. Легендарный, да. Вовел Раки, которые ставили здесь легендарные музыканты группы Queen, Роджер Тейлор и Брайан Мэй. Слово сказать, они его ставят по всему миру. Да, по всему миру. И главным условием этого мюзикла является то, что в какой стране идет мюзикл, он был в той стране на языке этой страны, и он и существует. То есть идет перевод квиновских текстов на адаптация, значит, под язык. И, в общем, я там впервые выступила еще в качестве автора текста на русском. Во всяком случае для своей героини я играла Killer Queen. Потому что текст, который был предоставлен, так сказать, штатным переводчиком, он был непеибельный. Во-первых, не пелся. Во-вторых, там совершенно иной смысл. Потому что если переводить, допустим, песню Killer Queen, там о светской такой дряни, в общем, и там обязательно нельзя выкинуть из контекста. Ни Моя Тушандо, который обожал сам Фредди. Учил многое. А это просто выкидывалось. То есть получилось, что выкнули главный смысл песни, которую писал Фредди. В общем, там много было такого. Ярно видно, что человек переводивший не интересовался творчеством. Конкретно. Вот не углубился в это. Мы просто догнали текст. Ну, я бы потребовала. Друзья мои, Марьян, она еще и поэт. Ну, практически. Зовусь я Светик. Меня вам всем приветитик. Еще и скромница. Марьян, недавно было семилетие. Да? Та-дам. Та-дам. Замечательного проекта. Но прежде, чем мы поговорим о нем, давай покажем. Давай. Небольшой ролик. Давай. Друзья мои, внимание на экраны. Концерт «Джаз Паркинг». Смотрите. И пообсудим через минутку. Друзья мои, мы к вам вернулись. Напоминаю, у нас в гостях, хотя мог бы не напоминать, Армен и Мариам Мирабовы. Ребят, это же была ваша вещь. Мы сейчас послушали. Берег, ваша композиция. Да. Так, автор музыки. Ваш покорный. Армен Мирабов. Армен Мирабов и автор текста. Я. Мария Мирабов. Я никак не могу привыкнуть, что ты еще и автор текста. Да. Я еще вышиваю крестиком. Я еще... Настоящий талант, он многогранен. Ты еще мать троих детей. Да. Вот. Какой суп вчера ты готовил? Ура. Я успеваю. Какой суп? Очень вкусный. Очень вкусный. На говяжьей грудинке. С цветной капустой. С цветной капустой. С цветной капустой. Так, пока вот Мариам не слышит Армен, вкусно готовит? В общем, да. Ну, редко. Ну, редко, потому что вообще готовит Армен, потому что я убегаю. Преподавать. Значит, потом я... Начнем с того, что супы научил. Я готовил. Да, да. Я боялась. Какое у тебя коронное блюдо? Все у него коронное. У него все коронное. Он готовит превосходно просто. Он готовит дома прекрасно. Он летом на даче готовит на живом огне так, что можно с ума сойти. С соседних домов приходят. Сейчас был первый год, когда мы не поехали на дачу. Слушай, да. Это времени не было просто. Не было? Потому что у нас была куча. То есть каждый год мы ездили всегда, а вот первый раз не поехали за все лето? Да. Ну, ничего. Это на радость нам. Зато вы пишете песни, которые мы можем слышать. Да, это цикл наш «Джаз на русском», который мы когда-то в первый раз представили на усадьбу джаз. В великолепном, самым лучшим все-таки, на мой взгляд, этот фестиваль, который есть у нас в стране, это «Усадьба джаз». Конечно. Фестивали-то разные. И вообще он мега, конечно, он международный, он очень ценный. Вот что для тебя этот фестиваль? Я просто... Он для меня это пространство. Вот такая же вот свобода, да, которая царит в нашей музыке, чем отличается, собственно, джазовая музыка, блюзовая. Там свобода, свобода. Ты сказал контекст, а потом ты начинаешь уже идти душой за этой музыкой и импровизировать. Вот это свобода. А также и на фестивале «Усадьба джаз». Там просто надо окунуться в это. Это словами невозможно передать. Надо просто прийти на этот фестиваль. Но еще у нас есть такая тема, как джаз-паркинг. Вот. Которая... Которая... Да. Чуть подробнее. Джаз-паркинг. Мы в джаз-паркинге с первого дня. Все это придумала... 7 лет. Это придумала наша подруга. Совершенно сумасшедший человек. Совершенно бесстрашный. Она сама певица джазовая. Анжелика Алферова-Арутюнян. Она все это придумала. При помощи двух викторий по бокам. Да. Девики, Лихтина и Вортова. Она сделала этот проект возможным. Просто для осуществления. Потому что они первое время... Первые несколько лет... Это был не то, что не окупаемый проект. Они просто приносили вот так из дома свои деньги и докладывали за эти концерты. В общем, это безумие было. Но все мы счастливы. Все. Потому что проект начинался и задумался, как тот проект, в котором может прийти и неизвестный исполнитель, но только хай-класса, и известный, но выступить известный человек может в том стиле, в котором для многих его фанатов он просто неизвестен. Но кто знал, что Леша Чумаков такой фантастический просто фанкмен? Леша Чумаков лично для меня открылся в проекте вот этот один в один. Помнишь? Вот честно. Он мне до этого был симпатичный, хороший парень такой, но что он там вытворял своим голосом? Ты помнишь, как он утесывал сделал? Утесывал гениально совершенно. А мурашек был. Мурашек был. И я вот реально, я просто думаю, если у меня было бы зрение чуть похуже, да, и себя не так хорошо видел бы, я бы решил, что это мурашек просто. А до этого он уже делал свои концерты. Ты еще как вокалист еще? Он как вокалист мощнейший. Он делал такие программы. Скажи, какие программы он на джазпаркинг делал? Да. Просто можно с ума сойти. Правда. А Саша Панайотов? Александр Панайотов? Вообще совершенно другой, но тоже. Ну вот люди, которые поцелованы. Знаешь? Этот проект, он позволяет открыться тем людям, которые известны с одной, с определенным ампуаном. А здесь он позволяет на джазпаркинге открыться. А потом это кузница. Потому что практически половина тех, кого народ знает по голосу, они начинали у нас джазпаркинги. Это и Анастасия Спиридонова. Это и Марго Пазаян. Это и Арцвик. Это и Полина Зизак. Это Эри Бериашвили. Я тоже. То есть это наш проект, это наше детище. Это люди, которые научились за это время с большим бэндом делать классную музыку. Как раз вот на эту тему вот хотел именно у тебя, как у профессионала, да, Армен, к вам обратиться, людям профессиональным. Вот насколько важно музыкальное образование? Объясню, почему я задаю вопрос. Даже когда мы берем такие проекты, как «Голов», у нас часто приходят люди, вроде неплохо поют, вроде хорошо, но потом в диалогах выясняется, что нет музыкального образования. И вот насколько это важно? Знаешь? Вот честно только, да? По-честному, чтобы не надо. Я бы сразу уточнил бы. А для чего? Для чего важно? Для кого? Ну, я бы сказал так, может быть, для качества. Это же важная вещь музыки, качества. Ну, музыкальное образование, оно дает, прежде всего, широту взгляда. Да, вот для чего оно нужно? Пока ты учишься, ты там кто услышал, с кем познакомился, там поиграл кто, там… Ты говоришь о музыкантах. Ну да. А очень многие, кто приходят на голос, они не являются музыкантами. Возможно, заработать денег, изображая из себя какого-то определенного. Хочу быть звездой. То есть, не хочу быть музыкантом, а хочу быть звездой. Это другие-то разные… Какие задачи? Правильно, если как-то подружиться с музыкой, действительно, в кругу своих коллег как-то пообщаться… Это долго, на это нет времени у них. Они хотят сразу стать звездой. Не, ну, хотеть можно… Ты помнишь, как Лолита появилась сейчас в голосе, да? Ненакрашенная Савоська. Я считаю… Чума была просто. Я кайфанула. Потому что… Я считаю, что она просто простебала эту ситуацию, что можно вот так Савоськой и с магазином пятерочки зайти на голос, значит, теперь и уйти. Понимаешь? Она уже просто Лолита и ее тембр… Ну, она вычислила, да. Она может это позволить, но то, что она вот так это сделала… Я понимаю, но это был своего рода призыв к тому, что, ребята, вы, конечно, можете прийти на голос, можете даже попасть на него, можете даже побыть несколько туров, но это ничего не значит. Потому что если вы остаетесь со своей авоськой внутри, вот так и останетесь. А если вы хотите вырасти не просто в пародиста, а действительно что-то, какой-то свой след в музыке оставите, заниматься музыкой, а не мечтать только о звездности, тогда вам… нам по пути. Кстати, еще очень таким может быть критерием, может быть то, что те звезды, которых мы знаем уже, люди, так сказать, очень известные, они практически все играют на фрукальянах. Они все с музыкальным образом, это необходимо. И не одним пальцем, а нормально, как пианисты играют. Конечно. Ну, как ты можешь… Вот, допустим, да, как многие певцы говорят, вот я могу пить на английском, многие молодые, а вот на русском что-то меня не прет, не поется, вот на английском круто петь. Ну, значит, ты нифига не понял в своей жизни, значит, ты еще надо заниматься, потому что какая разница, какой язык, если у тебя есть твое звукоизвлечение, если у тебя есть твое мышление музыкальное, если ты ориентируешься не на ноты, а на музыкальные фразы и строишь это как предложение за предложение. Я как раз вот, как раз об этом, друзья мои, если кто не знает, Марьян Мирабова занимает еще и преподавательской деятельностью. О, да. О, да. Ну, не все это выдерживают, потому что у меня это долгий процесс. Ну, знаешь, за то вот быть учеником такого гуру, я считаю, это уже прогресс. Спасибо. Есть какие… Ты могла бы скомпоновать, скажем так, пять пунктов, возьмем пять, хорошее, для начинающего исполнителя, вокалиста, какие вот… Такой вот резюме. Я начинаю чего на… Да, важнейших пунктов. Ну, для начинающего надо прекратить использовать голос на время занятий. Первое. В плане вокала. Просто прекратить петь и подождать, пока мы поставим дыхание. Просто… Да. Это нам и вам, то есть… Да. Просто надо подождать. А дыхание ставится долго. Долго, но зато навсегда. Как прибили, так и держится. А бывает такое, что от природы дано правильно? Конечно, конечно. Но бывает такое, что от природы… Поставленный голос. Да, да, да. Оно дается. Но, опять же, надо учиться управлять этим. То есть, не просто вот то, что тебе дал Господь, это ты используешь и все. Ты можешь это неумело использовать и растратить это все. А если ты то, что тебе уже дано, проанализируешь и научишься этим правильно пользоваться, то есть не расходовать… В общем, все по восточной мудрости. Хочешь петь – перестань петь. Да. О, как интересно, я просто не слышал эту фразу. Так, это первое. Мирабову. За мудростью к Мирабову. А я вам внимаю. Второй пункт. Второй пункт. Не хотеть стать звездой, а хотеть стать музыкантом. Любите искусство в себя, а не себя в искусстве. Да, да. Для меня это категорическая история. В общем, очень мне важно. Я встречаюсь, прежде чем беру ученика, я встречаюсь с ним просто. Я первый день приглядываюсь, и я смотрю, сможет ли он впитать то, что ему дают, желает ли он это. Или он уже сам все знает, и давайте мне просто это самое. Ну-ка, совершите-ка волшебство, и я сейчас запою. Вот этого не может быть, это не волшебство, это труд. Мариам, твои ученики некоторые говорят. Мариам сказала, нот нет. Нот нет. А что есть? Есть ноль в системе координат. Надо все низкие ноты под него, и все высокие. Тогда это называется позиция вокальная. А она достигается только дыханием. И тогда все ноты ты будешь независим от низких, от высоких. Тебе будет просто изъясняться, как разговор. Но это дыхание. Я немножко в шоке, потому что настолько... Ну, нет, я догадался, есть такая фраза, да, все гениальное просто. И вот сейчас это доказано, потому что тебе не поверить нельзя. Позиция, вокальная позиция, она должна быть неизменна. То есть не вестись за... Значит, низкие ноты, значит, углубить. Высокие, значит, задрать. Просто ты оставляешь одну позицию в объеме легких. В общем, это надо работать. Дыхание, она абсолютно пересекается с дыханием, скажем, не знаю, в разных единоборствах. Да. Постановили, например, в занятиях йогой. Да. Я говорила с тренером по рукопашному, да. Это мы просто, мы смеялись. Так, еще какие пункты. Я просто пытаюсь максимум выжить. Занятие рукопашным будет. Да, нет. Занятие инструментом. Обязательно. Я не говорю, что мы еще... Нет. За меня это делает Бегемот. В общем, а поет крокодильчик. За меня... То есть, наоборот, поет Бегемот, за него все делает крокодильчик. Еще пункты. Обязательно музыкальный инструмент. Любой. Неважно. Фортепиано, гитара. Овладеть. Обязательно. Обязательно. Потому что тогда сознание меняется. Просто осознание музыки, осознание фраз, фразировка, понимание, что это. такое. Вот. И потом. Обязательно заниматься русским языком в плане фонетическом. То есть, поставить речь. Ну, пример. Речь. Ну, это есть специальные педагоги, которые занимаются речью. Это называется... Техника речи? Да, техника речи, сценическая речь. Это вот для тех звезд, которые говорят, что русский язык не пилибельный. Новое слово, я запомнил. Не, ну просто дело в том, что и речь ставится на это же дыхание, на котором мы поем. Вот в чем дело. Почему? Что отличает дикторов, что отличает артистов, актеров, да, в речи от остальных людей? Отличает их речь. Поставлена речь. Да, поставлена речь. На что она поставлена? На дыхание, товарищи. Все просто. Товарищи, вы поняли? Дышите правильно. Да. У нас небольшая музыкальная пауза от Мариам и Армена Мирабова. Смотрим. Дамы и господа, Мариам, Армен Мирабовой и я, ваш любимый Михаил Простанян. Мы в прямом эфире. Вы на Юмор ТВ смотрите ток-шоу «Кипиток». К нам приехал, к нам приехал. Я представляю, что заходит Михалков с подносом. Ну, чтобы немножко наоборот это было. Мариам, мы начали эту тему. Да, давай преподавательскую тему, чтобы я чувствую, что-то не договорил. Как можно стать учеником самой Мариам Мирабовой? Ох, ты так это говоришь! Да, я вот так это говорю. Как считаю, так и говорю. Хорошо. Можно сдать экзамен. Армену Мирабову сначала, да? Да, да. Пройти кальтик. А если вас куда можно? Ну, можно написать в личку мне на Фейсбуке. Я сама веду свою страницу, так что только не на официальную, а на мою личную страницу. Мариам Мирабова в Фейсбуке просто пишите. Да, в личку. И у вас есть шанс. А кто из известных людей? Ну, у тебя же нет врачебной тайны, как бы, да? Это же нормально? Нет, есть. А, есть. Известных людей, кто меня учится, я называть не могу. Потому что они известные люди, и они должны оставаться известными людьми и уже всемогущими. А вот? Потому что они... Потому что они действующие артисты, они уже как бы... Вот тут согласись, сейчас мы их именно не озвучили, да? Но я свое мнение, если позволишь, выскажу. Но согласись, все-таки это минус нашего менталитета. Если бы, допустим, да, на том же Западе, который принято ругать, да человек с гордостью сказал бы о том, что... Да, я бы тоже сказал. И Кристина Агилера с гордостью призналась бы, я хожу там... Ну, если взять там... А что? Возьмем Беонси. Возьмем Беонси. Когда ей предложили роль в Кадилак Рекорд, где она играла роль Эта Джеймс, и она столкнулась с тем материалом, который ей надо, она просто попросила остановить, в общем, придержать съемки, и она пошла брать уроки олдскула вокального, потому что она поняла, что она не справится. И даже с гордостью она может... Да, она сказала, когда я начала петь эту Джеймс, я просто поняла, что я не смогу это сделать так, как это надо, чтобы я не попаду в эту Джеймс. Мне не хватает олдскула. И она пошла и занималась полгода, по-моему, олдскульным дыханием как раз, именно дыханием, да. Вот кто на олдскуле пел, знаешь? М.Вайн Хаус, абсолютный олдскул. Все, вообще, самые... Это принципиальная разница? Да, это принципиальная разница. Вот смотри, никто не знает, что с Тони Беннетом, например, очень мало кто знает. Тони Беннет – это величайший джазовый исполнитель, певец. Он до сих пор, ему там, не знаю, сколько уже лет, под 80, а он поет. Это певец, который снимался в «Богом стать», этот фильм. А, да-да-да-да-да. Это так, для массовых. Ну, я так понял, есть. Еще другой хотелось спросить. Леди Гага, Эмми Вайн Хаус, Робби Уильямс – гениальный, совершенно, концерт в Альберт Холли, именно джазовый. То есть, если суперзвезда хочет расписаться еще какой в Альберт Холли… Я просто помню, когда он был там самый… Да не, ребят, вы посмотрите. Не слышны были. Сумасшедший, совершенно сумасшедший. Научился. Да не он умел, ребят, он умел. Не, я в Тейкат имею в виду, я помню, что это старая песня. Не, ну просто по бойсбенду нельзя судить о человеке, о его… В общем, что он умеет. А сами преподаватели чему-то учатся? Конечно. Вот. Я учусь… Пока я преподаю, я учусь. Потому что с каждым новым учеником приходит что-то новое. Нету такого одинакового трафарета в преподавании. Потому что ты никогда не скажешь, что я все знаю, правильно? Во-первых, во-вторых, все разные. И надо искать разный подход, ты же не можешь просто так раз за свои 40 минут работать. Ну вот кто стесняется говорить о том, что, я не знаю, будь я там… А что у меня есть коллеги, например, Катерина Балакбаева, фантастическая, совершенно… Я у тебя на страничке, да. Посмотрел там пару роликов. Многому, допустим, я к ней бегаю, например, я говорю, Катя, я не могу здесь консиленить, я что-то не понимаю. Честно говоря, благодаря твоей страничке я узнал о ней его. Очень жаль, да. Да, жаль, ну… Что ее мало знает. К сожалению, он почему-то не проходит второй год на голос. В общем, это страна. Вот. А как это она, да? А преподают Анап давно и шикарно. Я к ней бегаю, допустим, на консультации, я к ней бегаю. Марьян, такой вопрос. Армен, отклон двоим вопрос. Кто для вас авторитет в мире музыки? Ну, в музыкальном смысле это слово, естественно. Кого там в машине слушаешь, там… Я тут недавно… Ну, кроме Марьян Мирабовой, кого ты слушаешь сейчас? Мы как раз Марьян Мирабову не слушаем. Это ошибочно. Он не слушает Марьян Мирабову? Мы вообще не слушаем всегда. Это понятно, но он как он измерил с этим делать. Я, например, недавно решил поискать на просторах интернета музыку моего отца. Так. Да. И нашел несколько песен. Да. Он будет отец. А песня робот, например, Аллы Борисовны. Робот, ты же был человеком. Это Ливон… Такого года? Это… Ей было 16 лет. Я бы смой, что ли. Это написал его папа. И он руководил 10 лет оркестром Муслима Магомаева. Это великолепно, был великий. И вот я собрал и в исполнении Шульженко, Магомаева, Пугачёвой. И Магомаева, две песни. Да. И Ирина Мясниковой. Ну, в общем… А кому-то из современных? Ну, наших, не наших? Ну, наших и их. Поразительное количество людей, которых я обожаю. Не стесняйся, можно назвать. Ну, Беляев, Термейс. Это Леонид Николаевич Агутин. Сейчас еще вернемся к нему. Гор Суджан из группы Dorians. Я считаю, это вообще отдельная история. Это… Мало кто знает эту группу. К сожалению, в нашей стране. Но… На секундочку. Гору просто прилетают просто с ним поиграть и пообщаться. Глен Хьюз и Брайан Мэй. Вот так, на секундочку. Да. Гор Суджан. Группа Dorians. Да. Ну, в общем, это моя Анастасия Спиридонова. Анастасия Спиридонова, у которой фантастический авторский материал, который я жду, жду уже, не дождусь. Когда и… Журка наше сограничено вот этим проектом. Таким, да, стилистическим. Да. Анастасия Спиридонова, просто плакать хочется, когда… Да, потому что у нее в багаже такой авторский материал, и мы ждем, когда уже… Прям, я вот не могу пройти… Еще раз не вернуться к теме голоса. Да. Знаешь, чем отличалось твое выступление вообще от всех, от трех с половиной сезонов? Ну, ты не можешь… Объясню почему, потому что не делалось как бы у себя и остальных. Я так не пропустил ни одной передачи. Ты единственная передача, которую вот я все выпуски смотрел. Реакции жюри на тебя. Вот такой реакции неадекватной, когда вот они выскочили. Я просто недавно еще раз, там, сотый раз пересматривал Джорджи в то исполнении. А вот эта реакция, когда они повернулись, увидели и рванули Билан с Агутиным туда, они просто потерялись. Дима не отдал, да, просто. Да, его, ну… Дима, вообще на этом проекте лично для меня отпутся с другой стороны, как человек. Он прекрасный. Наконец-то его поняли по-настоящему. Да, да. И вот эта вот реакция на тебя, и как ты говорила, не отпускает вот этот момент. Да, ну это страшно адреналин, это страшно просто. Это действительно не отпускает. Александр Борисович, там он просто растекся по креслу. Кстати, может… Александр Борисович, сегодня день рождения, можешь поздравить его. Вполне возможно, да, мы поздравляем… Александр Борисович, гуру нашего проекта, гуру вообще. Мы вас поздравляем, и дай вам Бог, чтобы все у вас было хорошо. Так что поздравления. Мария, ну и такой очень важный вопрос. Концерты, живьем, когда, где? Ну, ближайшие, ближайшие мы ждем всех с удовольствием. Десятого ноября в Доме музыки, в театральном зале. С нами вместе. Друзья, 10 ноября, в День милиции. Вот так оказалось, это не шутки. Это будет классно. Генерал-майор Мирабова будет выступать. Классный концерт, с нами на сцену выйдут… Ну, во-первых, наш большой бенд будет, полный состав. А сколько человек у вас в бенде? Ну да. С администратором. Не, почему? С Газаровым, с Газаровым на перкуссии. Так, 12 или 13? И 12, и 13. Ой, извините. А какие еще вот инструменты у вас? Духовая секция, двое клавиш, бас-гитара, двое клавиш для того, чтобы… Если скрипт, то это уже будет 16. Да. Не, а если в лончели, то уже будет 19. А если, ну, в общем, пока… 12, ага. Пока мы не разрослись до уровня симфатического оркеста. В бэк-вокалистах, как… Будут три бэк-вокалисты. Да. Да. А кто будет еще с вами в концерт участвовать? С нами будет Александр Панайотов. Катерина Балакбаева. Катерина Балакбаева. Это Ири Беряшвили. Боша Юфа. Георгий Юфа. Вот вам и струнные пошли. Будет Аста Дива. Аста будет София Рубина Хантер, которая прекрасно тоже себя показала. На голосе. Совершенно гениальная чувиха. Она сейчас выступила в Эстонии с группой Инкогнито и Диди Бриджиотер. Это просто… Это будут кавера или… В ЖАДе нету каверов. Так, извиняюсь за безграмотные вопросы. ЖАДе нету каверов. ЖАДе есть. Это все равно… Только джаз, да. Есть тема и все. А дальше все аранжировки наши. Это уже такое соавторство. Все аранжировки и авторские. Нет. Нет. Это эклектика концерт. Это эклектика, друзья мои. Кто не знает, погуглите. Да. Что за слово? Это мы собрали все лучшее, что у нас было. У нас, к сожалению… Да. У нас буквально заканчиваем время… Десятого ноября! Мы вас ждем! Да. Московский Международный дом музыки. Театральный зал. Будем любить. Любить будем. Приходите. Ура. Да. Можешь, если хочешь, нашим зрителям. Буквально пару слов. Твоим поклонникам. Твоим обожателям. На меня на пол кашель, товарищи. Это волнение. Да. Я волнуюсь. Я хочу вам сказать, что самое главное, чтобы вы были здоровы. Как? Счастливы. Троекратно. А, и троекратно тоже. Троекратно. Душевно, духовно и физически. А все остальное тогда будет по мере… А все остальное туда и не нужно. И тогда будет полный джаз. С вами были Мариан Мирабова, Армен Мирабов и Михаил Кастанян. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»